Вести Карачаева, Черкесия 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 Зеленый остров пользуется большой популярностью и для многих жителей округа – излюбленное место для досуга с друзьями и семьей. Все благодаря совместной работе старшего поколения и молодежи. В том, что этот замечательный проект реализуется, большую роль сыграл Центр молодежного инновационного творчества в Карачаевске. Именно его воспитанники помогали с оформлением победной заявки на конкурс. Малые города и исторические сельские поселения взаимодействовали с городским сообществом, а Центр стал площадкой для проектных семинаров и публичной защиты. На пате городской больницы Черкеска открылся пункт проката технических средств реабилитации. Он создан в рамках Года людей с ограниченными возможностями здоровья, объявленного в этом году руководителем республики. Планируется открытие и второго пункта, который расположится в доме-интернате для перестарелых людей. Пункт создан в целях временного обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий, проживающих на территории республики. Закуплены технические средства реабилитации – кресла-коляски, ходунки, костыли, противопролежневые матрасы, сидения для ванны и многое другое. Средства реабилитации на безвозмездной основе будут предоставляться участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, семьям, имеющим детей инвалидов, инвалидам, несовершеннолетним, гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Жители Карачаева, Черкесии, неравнодушные граждане, различные трудовые коллективы вносят свой вклад в реализацию проекта Народного фронта «Все для победы». Участники акции собирают медикаменты и другие необходимые вещи, указанные на специально созданном сайте. Информацию комментирует координатор по работе со СМИ Регионального исполнительного комитета Народный фронт Зураб Бимурзов. Хочется отметить, что проект уже полным масштабом идет в Карачаево-Черкесии, подключаются трудовые коллективы и простые люди. Например, в эти дни сотрудники Центра научной и практической помощи «Здоровое сердце» из Учкикена привезли в пункт сбора кровоостанавливающие, перевязочные и обезболивающие препараты на общую сумму 100 тысяч рублей для защитников Донбасса. Также сетевая распределительная компания города Черкеска перечислила 50 тысяч рублей для защитников Донбасса. На сбору откликаются и простые жители, которые приносят вещи, необходимые бойцам и жителям. Буквально на днях тоже житель Черкеска, человек сам с ограниченными возможностями здоровья, ухаживающий за мамой, принес внешне зарядное устройство. Он от чистой души и сердца это сделал и попросил передать, как он сказал, нашим Стонбасса. Глава одного из фермерских хозяйств республики получил условный срок за крупное мошенничество с бюджетными субсидиями. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии, доказательства признаны судом достаточными. Информацию комментирует старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Евгения Перхилева. Следственному суду установлено, что в период с мая 2017 года по июль 2020 года житель аула Верхняя Мора представлял в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление деятельности, связанной с разведением крупного и мелкого рогатого скота. В результате им незаконно были получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 6,5 млн. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия глава крестьянско-фермерского хозяйства полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошен ряд свидетелей, проведены необходимые экспертизы, а также следственные процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил. Фарш с когт диастатиком поставляли в одну из школ поселка Медногорского Урубского района. Нарушение выявило Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора после того, как была отобрана проба говяжьего фарша, произведенного индивидуальным предпринимателем из прохладного Кабардино-Балкарии. А в средней школе поселка Марая-Ягы Карачаевского городского округа в говядине, предназначенной для детского питания, обнаружены следы антипаразитарного препарата. Подробности у заместителя начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Аюба Каблахова. Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации по обеспечению питаниям обучающихся начальных и средних классов отобраны пробой мясной продукции в средней школе поселка Миногорского Урубского района и в средней школе поселка Марая-Ягы. В хорошей производителе из города прохладного Кабардино-Балкарской республики выявлено наличие препарата когтиогиостатика, тенитрокарбанилида. В пробах говядины, произведенной фирмы ООО «Наси» вылен противопоразитарный препарат «Колазантел». По установленным нормативам подобное не допускается. Произведителям объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении поставщиков продукции в настоящее время принимаются меры реагирования. Помимо этого в аппарат полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе направлено информацию о случае выявления соответствия продукции установленным требованиям. Энергетики Карачаево-Чекеси за пять месяцев текущего года обеспечили электроэнергией 60 новых потребителей. Информацию комментирует Надежда Алакаева, главный специалист пресс-службы Департамента по взаимодействию со СМИ Росети Северный Кавказ. Для обеспечения электроэнергии жилых домов и объектов малого и среднего бизнеса в ауле Псы Жабазинского района и селе Дружба Прикубанского района специалисты филиала Росети Северный Кавказ, Карачаево-Черкеска Энерго построили 3 километра линии электропередачи 0,4 кВт. В результате проведенных строительно-монтажных и организационных работ новым жилым постройкам, а также объектам малого и среднего бизнеса в двух поселениях, выдано 0,76 мегаватт мощности. В указанных населенных пунктах проживают около 12 тысяч человек. Из-за близкого расположения к республиканской столице в последние годы здесь идет интенсивное жилищное строительство и развитие промышленной зоны. В частности, активное возведение частных жилых домов идет в новых микрорайонах в восточной части поселений, где несколько лет тому назад были выделены кварталы под индивидуальную застройку. А в общей сложности в зоне ответственности Прикубанских районных электросетей филиала Карачаева-Черкеска Энерго, которые обслуживают эти два населенных пункта, за отчетный период к сетям филиала подключено 98 новых объектов суммарной мощностью 1,150 мегаватт. Известная российская писательница Тамара Крюкова встретится с читателями и библиотекарями Карачаева-Черкесии. В мероприятиях проекта «Талантливое лето» – инклюзивная программа творческого развития детей в летний период, который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив, примет участие известная российская писательница Тамара Крюкова. Проект разработан Республиканской детской библиотекой имени Сергея Никулина и автономной некоммерческой организацией общего и дополнительного образования поколения «Некст». Тамара Крюкова – автор более 40 книг для читателей разных возрастов, которые вышли в 16 российских издательствах. Общий тираж книг превысил полтора миллиона экземпляров. Она пишет фантастические и реалистические повести, рассказы, сказки и стихи. Ее книги переведены на языки многих народов мира. По одной из книг Тамары Шамильевны снят замечательный фильм о первой любви Костянника «Время лета», по другой – кинокомедия «Потапов к доске». В рамках реализации проекта «Талантливое лето» писательница проведет мастер-класс для будущих писателей, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В Республиканском доме печати прошла торжественная презентация книг народных писателей Карачая-Чрекеси Ахмеда Шорова и Салтахана Аджикова. В издании «Поэта и публициста» члена Совозаписателей России Ахмеда Шорова «Благодарю тебя жизнь» собраны лучшие произведения авторов, в которых говорится о любви к родной земле, о дружбе и великой родине России. А в новом сборнике Салтахана Аджикова «Забавный сундук», написанном для юных читателей, много увлекательных рассказов о честности и сострадании в поступках, доброжелательности к людям и любви к родному краю. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению оригинальных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла, в горах местами плюс 10-15. В республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Солбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова